Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветовка! С вами Тамара Япцева, и мы сегодня поговорим с вами о осенних седиратах. Как их высевать, когда их высевать, как правильно заделывать седираты. То есть, тема у нас седиральная культура. Сейчас мы с вами увидим седираты, посеянные две недели назад, то есть это середина августа, конец первой декады августа. Сразу после дождя я высеяла горчицу белую, и горчица белая очень быстро взошла, буквально на третий день уже появились сходы. В тот же день к вечеру была высеянная пшеница, она появилась через неделю, но теперь вот прошло недели две, и вы видите, какое развитие и у горчицы белой, и у пшеницы. Среди горчицы белой есть сходы и пшеницы, но это падалица, то есть здесь пшеница росла на вот этом участке, где высеянная горчица белая, и падалица тоже взошла. Всегда задают вопросы, как правильно заделывать седираты. Ведь, смотрите, у различных седиратов есть различные назначения. Если мы весной седираты высеваем, то мы высеваем для того, чтобы закрыть почву от излишнего испарения. И если это весна, то я вот специально заготовила два растения земляники садовой, для того, чтобы вам показать, какая должна быть степень, я просто условно, то есть мы сейчас используем такую условность, чтобы показать вам, если мы высаживаем, или у нас есть посадки осенние посадки, августовские посадки земляники садовой, и мы по весне хотим прикрыть седиральными культурами, чтобы у нас влага не испарялась, чтобы своего рода севооборот какой-то соблюдать, до какой высоты стоит седираты выращивать. Значит, вот у нас растения земляники садовой и вот видите седираты. Так вот, высота седиратов, мы выращиваем их только до высоты растения. Седираты выросли высотой землянику садовой, значит мы их скашем. То есть, если это любые крестоцветные, они высокими не вырастут, мы их скашем или вырываем, ну, как уже выраспорядиться, там в каждом конкретном случае вам виднее, и укладываем тут же, то есть застилаем и все, и заделывать в почву не надо. И в случае с землянике садовой у нас седираты выполняют такую почвопокровную функцию, потом мы их, значит, скашиваем и укладываем как мульча, и оно так и лежит до созревания, мы можем еще дополнительно потом соломой это прикрыть, для того, чтобы у нас чистая ягода оставалась и так далее. Значит, когда мы заделываем почву седираты, это, допустим, если у нас полностью пустующий участок, то есть у нас участок под седиральными культурами, и под седиральными не под всеми, потому что если у вас это больше уже как севооборота, если, как вы видите, пшеница, пшеница озимая, она на следующий год будет вызревать, это система севооборота. Крестоцветные, они дешевые, они быстро всходят, их, возможно, за один сезон прогнать три раза даже, главное вовремя это все сделать, споймать нужный момент, чтобы влажная почва в первую очередь была, ну и, соответственно, чтобы температуры подходящие были. И вот мы высеяли, значит, отросла у нас все седираты, когда они выращиваются с целью обогащения почвы гумусом, они выращиваются до момента начала цветения, то есть у нас фаза бутонизации, первые цветочки распустились, мы скашиваем их, желательно скашивать триммером, применительно к частным дачным участкам, это триммер с измельчением, и подвялили в зависимости от погоды. Если такая же рака, как сегодня, допустим, стоит 32 градуса, то вы на следующий день уже можете, утром скосили, на следующий день взяли, перекопали, заделали в почву, и тут же высеяли новую партию любого другого седирата из семейства крестоцветных, соответственно, потому что они быстро всходят, они дешевые, быстро отрастает масса, и вот таким вот образом прогоняется, и это возможно сделать, если вы рано весной посеяли, потом отросло, приблизительно это конец мая будет, скосили, измельчили, заделали в почву, высеяли новую партию, если дождик прошел, или после дождя сразу вы это сделали, значит, через 3 дня всхода у вас обратно, обратно, обратно до начала цветения, и третий раз седирата, ну, то есть третья партия седиратов, вы уже их не заделываете, то есть они уходят в зиму. Если вы выращивали, допустим, ну, такой седират, как фацелия, то фацелию можно сжинать, то есть вот она у вас, первое цветение прошло, ну, основная волна цветения, потому что фацелия – это очень долгоцветущее растение, то есть весной вначале высели фацелию, она у вас цветет и цветет бесконечно, ну, а так волна цветения прошла, ну, допустим, неделю поцвела фацелия, вы срезали ее, значит, на высоте 10 сантиметров от почвы, и она молодится, проснутся дополнительные почки, и у вас будет вторая волна цветения, соответственно, если вы оставляете вот такую фацелью, ее стоит оставлять, то лучше тогда редками высевать ее, и вот то, что вы сажали, срезали растение, уложили рядышком, или, ну, на какие-то соседние, допустим, грядки, где у вас, ну, допустим, морковка, вы, по сути дела, вот этими срезанными стеблями фацелиями, ну, замульчировали ряды с любой культурой, то есть вы ее в почву не заделываете, но осенью вот такую фацелию вы в любом случае заделываете, да, потому что, ну, как бы имеет смысл, ну, сейчас не осень, еще август месяц, значит, вы в любом случае все растения должны быть как минимум подвялены, да, потому что если вы, особенно если почва влажная, и если вы, ну, вот только что свежескошенную массу зеленую закопаете, да, то она у вас будет гнить, она в процессе гниения, азот, накопившийся в этой зеленой массе, он будет улетучиваться в виде аммиака и подкислять почву, и ряд негативных процессов будет происходить с точки зрения микробиологии. Если вы подвялите растения, то будут идти процессы брожения, минерализации, да, то есть постепенно из вот этой целлюлозы будут высвобождаться накопленные элементы минерального питания. Поэтому, ну, вот таким вот образом, да, и сейчас я вам покажу ту фацеллю, которая срезалась один раз, она в этом году достаточное количество влаги была, она успела отрасти, успели даже вызреть семена, ну, и, в общем-то, сейчас мы, как бы семена я не планирую собирать их так, значит, мы сейчас покажем, как заделывается почву, и потом семена, которые там в колосках этих содержатся, они сами взойдут, потому что, ну, при наступлении соответствующих погодных условий. То есть в таком случае заделывать можно, и заделывать можно также вот пшеницу, допустим, мы ее растили как седеральную культуру с одной стороны, она в этом смысле, ну, больше, как система севооборота для оздоровления почвы, для смены культур, но тем не менее пожневные остатки остаются, то есть вот эти вот стебли большие, да, это хорошая масса органики, мы ее обработали специальным препаратом, ну, в конкретном случае она называется «Мечта червяка», то есть это какие-то микробные препараты, специально разработанные, в данном случае это еще и с гуминовыми кислотами, они способствуют быстрому разложению органики. Вот мы обработали и закладываем почву для того, чтобы структурировать ее, для того, чтобы органика туда вошла, порозность почвы создать, потому что суглинки – это заплывающие земли, и нам нужно вот эту проблему, аэрацию почвы решить. И, значит, вообще для растений любые минеральные вещества доступны только посредством микроорганизмов, да, и нам нужно органику вносить для того, чтобы на вот этой органике развивалась почвенная биота. Это различные грибы, это различные бактерии, естественно, в данном случае мы обогащаем теми микроорганизмами, которые положительно сказываются на развитии растений. Вот у меня все. Желаю вам хороших результатов добиться. До свидания, всего хорошего. До новых встреч на канале «Про цветок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова